Есть мнение, что как только дети идут в школу, у родителей появляется время отдохнуть. Так могут читать только те, у кого нет детей-школьников. У моей подруги дочь во втором классе. Мама учится больше дочери. Единственный предмет, в котором она не может ее заменить, это физкультура. И то только потому, что слишком палевно. Этот номер будет близок всем, у кого есть дети-школьники. Парк недалеко от школы, за 15 минут до начала урока. Медленно положил шишку на землю и толкнул ее ко мне ногой. Женщина, не стреляй ни у меня ребенок. А у меня два. И у одного из них нету подделки и шишки на урок из зо. И ради человечка и шишки я убью человечка из мяса. Женщина, я кладу, вы видите, смотрите, я кладу. Я кладу, я кладу. Ира, зачем так пить? Ты ж могла сломать человечка. А нет, целый. Только головы не хватает. Ничего. Так, Вов, ее надо как-то спрятать. Так давай ее листьями накроем. А ты что, листьями? Нам листочки еще нужны для ербария. Ага, а что делать? Что тогда я ее давай? Давай ты ее свяжи и заткни чем-нибудь рот. Еще понял. Алло, да, доченька? Да, подожди, подожди еще чуть-чуть. Мы сейчас с папой сейчас все задания твои сделаем. Не переживай. Ну ничего, ничего, что ты вспомнила о них только по пути в школу. Что? Еще что-то вспомнила? Ага, ага, все, услышала. Давай, целую, жди. Вова, ищи желуди. Желуди сколько? Много. Надо сделать бусы для госпожи осени. Черт, кто-то придумывает. О, Ира, смотри, муравей желуди тащат. Так, забери его. Ты что, дура, давай просидим и тайник желудями найдем. Бросил. Слушай, Ира, а может, госпожа осень с кулоном походит? Ну ты дебил, Вова. Стой, Вова. А ты ей чем? Рот заткнула. А чем? Ты издевайся, это наше папье-маше. Быстро вытянь, она его сожрет, нам двойка будет. Нет, что-то еще есть в ртуке. Желуди откусила. Так, еще. Так, Вова, что ты стоишь? А что делать? Зажми ей нос и дави на счеты. Ну так как мы собаку заставляли таблетку съесть. Есть. Стоп. Желудь без шапочки, не желудь. Ира, может, можно без шапочки. Вова, ты проходил всю жизнь без шапочки. Вот дебилом и вырос. Ищи шапочку. Помогите! Слушай, может, у нее шапочка в кармане? Давай ищи. Так, карматы. О, слушай, у нее в кармане семечки. Может, из семечек что-то сделаем? Например? Ну, почистим кораблики. Вова, тема урока – жители осеннего леса. У нас что в лесу? Кораблики живут. Ну, слушай, отвергаешь, предлагай. Положи семечки назад. Да сейчас. Ира, ежик бежит. Давай, я сейчас ежика хлопну, и чем тебе не поделка? Вова, если мы принесем подделку ежика, сделанного из мертвого ежика, нам максимум поставят 8 баллов. Ты понимаешь, там оценивают фантазию. Поэтому и конячки из листьев, и ежики из шишек, и грибочки из каштана. Фантазия, Вова, фантазия. Фантазия. Кто эту фантазию придумал? Смотри, целая куча керамзита. И что? И шо-шо, у меня презерватив. Сейчас напихаем в презерватив керамзит, ну, на фантазию. Сделаем чуть-чхел, типа дары осени. Серьезно? Да. Ищи давай. Искань. О, Ира, смотри, мужик на дерево лезет, наверное, за шишкой. Да нет, это Михиенко. У него ж тройня во втором Б. Вешается, мужик. Слушай, так он сейчас под весом собственное тело мне веточку опустит, и я все соберу, да? Мужчина, а вы можете вешаться на дубе, да? Вам все равно, а нам бусы для госпожи осень нужны. Вов, да отстанет человека, пускай себе ввешается спокойно. Смотри, что я нашла. По-моему, красиво. Это шо, собачья какашка? Че сразу собачья? Че какашка? Ну, скажем, что это инсталляция. Современное искусство. Ну, природа ж, ну. Ира, а это не мама Леши с третьего А. Она! А как мы ее сразу не узнали? Слушай, давай ее пытать, пусть нам всю программу за второй класс расскажет. Мы все поделки заранее сделаем. И все, мы выиграли, а? А ну давай, женщина! Женщина, а ну просыпайся! А ну вставай, давай! Вставай, давай! Рассказывай нам программу за второй класс! Давай, с 1 сентября по 25 мая! Давай! Да я вам ничего не скажу! Ах, она... Так, вот твой человечек. Ах, нет, только не лапку! У меня больше нет самочисток! Это только начало, говори! Ломайте лучше руку мне! Да говори уже! Я вам ничего не скажу! Скажешь? Я прошла этот путь сама. И вы пройдете! Хат-пу! Шапочка от желудя! Блин! Ну отстань! Да с тобой я тебе... Так, желудя есть, теперь шишки искать надо. Давай! Вол, а ну смотри! Что там на гараже написано? Подожди, я без очков не вижу, а что там? Ну там написано... Шишки, телеграмм. Давай, заходи в телеграмм. Ира! Это не те шишки! Давай нормально истань. Здоровенькие булы! Что наркоманы? Закладку ищем? Да мы не наркоманы, мы бусы для госпожи осень ищем. Понятно, значит уже нашли. Давайте встаем в участок, буду оформлять вас. Товарищ полицейский, простите нас, пожалуйста, мы гуляем. Ага, просто гуляете. А подруга ваша просто прилегла отдохнуть. Устала очень сильно, искала шишки. Я говорю, собираемся и в участок, со мной. Товарищ полицейский, простите мою жену, пожалуйста. За что? За это. Ира! Старший лейтенант! Шесть звездочек! Как раз нам на ночное небо будет! Алло! Да, дотенька, мы сейчас... Что? Уроки заоотменили? Что, дочь? Заменили на физкультуру. А ты кроссовочки не взяла. Кроссовочки... Дочечка, не переживай, сейчас папа с мамой все для тебя сделают. Давай, жди нас, доча. Бежим! Бежим! В наше время существует очень много профессиональных тренингов для женщин на разные темы. Начиная от актерских курсов в постели, типа от красной шапочки до Воланда за пять уроков, заканчивая кулинарными курсами «100 рецептов из брокколи на пару», которым я бы порекомендовала авторский курс «Как не впасть в депрессию, когда тебя бросил мужик». В общем, курсов для женщин очень много, но почему-то никто не преподает очень важный предмет. Как правильно скандалить с мужиком? Это же целая наука! В общем, мы решили исправить это недоразумение и предлагаем вашему вниманию профессиональный тренинг на эту тему. Я технологию скандала могу легко преподавать. На этом я собаку съела и трех мужей пережила. Я так скажу. Нам для здоровья полезен чувственный процесс. Короче, нужен регулярный, хороший, правильный скандал. Я не беру простейший случай, когда он в пятницу придет без денег, пьяный и в помаде. Так называемый джекпот. Я говорю вам об искусстве, когда без повода скандал. Тот, что имеет очень мощный профилактический эффект. Представим, он пришел с работы с задержкою на полчаса, а по дороге выпил пиво под тем предлогом, что устал. А ты, конечно, не устала. Тебе легко сидеть и ждать. Скажи в уме, а вслух не надо, чтобы прелюдию продлить. Тут пауза. Ты дай раздеться, включи повсюду яркий свет, по-режиссерски сядь напротив и ногу на ногу закинь. Как будто ты проводишь кастинг актеров среднего кино. Как будто выбираешь мясо. Ну, так, подешевле для собак. Запомни, нужно быть спокойным. Не стоит голос повышать. Побереги ты лучше силы, ведь впереди еще вся ночь. Молчи. Дождись, пока он спросит. Любимая, а что не так? А вот теперь, о да, твой выход, твой монолог, твой бенефис. Привстань. Сложи крест на крест руки. И голову чуть наклони. Спроси загадочную хмылкой. А ты не знаешь, что не так? Потом подробно перечисли все его прошлые грехи. Произноси слова быстрее, чтобы не успел вставлять свои. И плавно голос повышая, переходя пароль на крик. Напомни, кем был этот чмошник, пока не встретился с тобой. Дышать при этом нужно тесно. Как будто астма у тебя. Как будто ты бежишь в атаку на ненавистого врага. Но также очень важно помнить, что происходит на лице. Наполнены глаза слезами. И праве, праве, чтоб вот так. И плачешь. Плачешь. Но при этом, не прекращая говорить. Две-три хороших тренировки. Ты сможешь это совмещать. Не забывай про оскорбления. Они усилят твой посыл. Козел, скотина, тварь! К примеру, этот, как его, дебил! Но если вдруг в порыве гнева, ты... Потеряешь свою мысль? АПЛОДИСМЕНТЫ Дай ему слово. Пусть ответит. Ответ даст новый поворот. АПЛОДИСМЕНТЫ Пока он говорит, Сама без дела, естественно, не стой. Тут хорошо бы его вещь Класть потихоньку в чемодан. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты все сказала? Спроси без крика, Она на громкий шепот перейдит. Ты у меня еще увидишь. Что именно, не уточняй, Повесь интригу ты. И в ванную. Но только воду в ванной не включай. Пусть слышит он, Как ты рыдаешь, там кафель, Он усилит звук. Но в ванной ты сиди недолго. И есть вероятность, он уснет. Поэтому Демонстративно Направься в спальню, Сняв халат. И на вопрос с тобой можно Скажи Иди туда, Где был. Но встань в дверях, Чтобы случайно он взял И вправду не ушел. Ну а потом Позволь прилечь с тобою, Позволь обнять Сядь за плечо, И пусть он скажет, А он скажет, Я отвечаю, Я клянусь, Что хочет ласки, Ну, чтобы сексом Была заглажена вина. И тут ответь, Спасибо, милый. Я все удовлетворена. Как гласит мудрость, Хуже плохого врача может быть только хороший народный целитель. Но несмотря на логику и статистику нетрадиционная медицина не сдается. Наоборот, количество всяких центров восточной медицины с каждым годом растет. Итак, в одном из центров восточной медицины. Здравствуйте. Ксарокс не працюет. Нет, мне не нужен ксарокс. А, вам фото на паспорт. Расчаствуйтеся, сидите. Да нет, мне не надо расчаствоваться. Мне нужна акупунктура. Я, наверное, ошибаюсь, простите. Не-не-не-не-не-не-не-не. Все верно, все верно. Все верно. Аригато! Аригато! Сидайте, аригато! 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 Можливо, вам для настрою вонючки запалити, го? Вы имеете в виду благовония? Так-так, то что смертить? Нет, спасибо, не нужно. Дуже добре, что вы пришли сами в наш центр. Адже в цей сфере дуже багато шарлатанів, а Східна медицина — це найтоньша наука. Один невірний рух — и я... Смерть? Ні, кишечник. Але не хвилюйтесь, не хвилюйтесь. Ви в руках професіонала. Що вас хвилює? Мне сертифікат подружка подарила. Ну, все, как обычно, усталость, недосип, боли в спине. Ми це все решимо. Це все решимо, як казав доктор Ли. На нашому тілі тисяча точок. І як мінімум одна повинна відповідати за те, що нам потрібно. Как интересно. Звичайно, китайська медицина ефективніша за цю нашу традиційну. Знаєте, чому китайців так багато? Почему? Тому що в них немає наших лікарень. Ні, ніколи не задумувалась. Добре, добре, добре. Давайте почнемо з бадьорсті. Зараз я нажму тут. Класс. Візнаєте, мене прям, прям бодрить. Прям, прям, очень бодрить. Прям энергія пошила, пошила. Нас вас 500 гривень. Ще сумочки возьмем. Шо? Доктор? Мені? Мені кажеся... Ні, мені не кажеся. Я не чувствую руку. Як не чувствуєте? Ну, вот так не чувствую. Але ж бодрить є? Да, знаєте, бодрить. Ну? Ну, руку я не чувствую. Можете как-то синхронизировать руки? О, начинається. Так, руки у нас тут, да? Ну, окей, попробуем натиснути десь тут. Ну, як? Спасибо вам, доктор, конечно, за оргазм. Ну, мне, вообще-то, нужна рука. Як казав доктор Лі, з першого разу получается тільки якась фігня. Так, 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 дай подумати. О, давай. Так, шість пальців з передпліччя. Ага. Сей пальчик давай. Давай-давай-давай. Трішки менший. Вот. Зараз я натисну. Ні! Ні? Шо? Ну, я теперь две руки отказала. Але ж бодрить є? Да, бодрить очень сильно. Ну, добре, зараз, почекай. Зараз ми все выправимо. Давайте. Так, точка для функціонування рук. Вы што, гуглите? Я просто уточняю. Я недавно працюю в цій апанакактурі. Што? Я кажу, недавно працюю в апакактурі. Вы хотіли сказати в апакактурі? А я так і сказала в апактурі. Не відвіликай мене, все. Зараз. О, все. Згадала, згадала. Треба просто одну точечку нажати і все. А? Все? А? Бодрість є? Бодрість. 1200 на стіл і йди збогу. Руки работають, все хорошо. Щас. Ну. Доктор, а як їх тепері остановити? А. Так аж. Да? Ну ладно, зараз погуглимо. О, ну просто нажати під лопатку. Давайте. Все, все нажму зараз на під лопатку і... Это не лопатка. А ви знаєте, где лопатка? Я знаю, де лопатка. Где лопатка? Где она, лопатка? Ну тут. Это не лопатка. Лопатка на спині. Я казав доктор Лі. Мало ли. А? Все нормально. Руки функционують. Водріз є. Все. Давай. 2200 на стіл і йди з Богом. Все. Шо? Шо не так? Ну, шановна, ну ви шо? Ну я, между іншим, тут а лицем сплю. Ну ви шо? Шо не видите, що у мене ноги отказало? Може, вони вас просто затерпли і все. Чую, які проблеми, які претензії. Затерпли, да? Затерпли. Ой, це ж напевно боляче, да? А я не знаю. Я не знаю, що я не чувствую в жінок. Зараз. Не кричи, зараз все буде. Як казав доктор Лі. Все, він казав. То не падав, то й лох. Так, зараз. Ти не пам'ятаєш, де я тобі натискала? Под лопаткою. А п'яту, під лопаткою. Шо ти хочеш? Зараз все буде. Я! Я знаю, що ви уходите. Ні, я просто набираю швидкість, шоб розігнатися і вам допомогти. Я! Та я на вас суд подам! Ой, я тебе прошу, як ти туди дійдеш без ніга? Што? Китайський гумор. Все, 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 все. Зараз я поможу. Тільки не рухайся і не вуркути тут, а добре? Ну, все, дивися. Встаєш, помалень, коли встаєш. Руки працюють, ноги працюють, все. Три двісті і йдеш. Три двісті, да? Да ви шарлатанка. Ви ні копійчки від мене не получите. І я сюди більше ніколи не вернусь. Три двісті, мене зрозуміла? Це що такоє? Швидко ти повернулася. Все, добре, добре, добре. Зараз. Я зараз все зроблю, так. Не підходь близько до мене. Так, є одна точка. На кінчику носу. Тільки не нервуй мене, добре? Не нервуй. Та вже нажимай, якщо промахаєшся, я не знаю, що я це зроблю. Три двісті, нормально, просто так. Три двісті, мороз. Що, думай. Все. Що, ручки працюють? Ніжки працюють, бодрість є. Є у шіці. Чо? Є у шіці. Ти знаєш китайську? У цього. Хакать, паваляй. У цього, щось ці. Та все, все, не кричи. Зараз поміняємо тобі мову. Так, як поміняти мову. Так, альт, шіфт. А, блін, це ж не на комп'ютері. Так. Так, зараз. Сейчас, сейчас, сейчас. А, альтшифт точно. Все, отключили китайскую мову. Ой, не только китайскую мову. Так, 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 так. Все, все, сейчас, сейчас, сейчас. Как сказал доктор Ли, нужно переворачиваться. Ах, это. Ах, так, да. Чекай, 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 чекай. Е одна точка, яка все відключає и відновляє. Ну шо? Нас убей. Ты шо, мені не добираєш? Ах, ти ж дивайся. Ах, ти ж дивайся, ну добре. Не! Ты шо ржаш? Ты шо ржаш? Я тебе не допоможу. Ты шо робиш? Тоже ж, ну и ты нажимаю на разные точки. Ах, ти ж. Я так говорила. Ах, ти ж. Так. Оп. Я пошла. Ну шо там говорил твой доктор Ли? Ня. Ня. Бабрит. Ага. Ага. Ты шо натворила, а? Бабритый, а? Я ж тебе хотела допомогти аж так. Ня. Ах. Тримай туди. Ня. Ах, ты ж дрянь такая. Ня. Ах, ты ж. Ах, ты ж. Ах, ты ж. Ага. Ага, ты сворки,ruckла. Давай, drive. Давай, drive, 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 drive. Не-не-не-не! Ах, ах, ах. Слухай, ты можешь рухать рукой, там у меня телефон, сзади телефон. 103, 103 набирай, набирай 103, 103. Шутка, центр слитной медицины, так. Все, как завжди, приезжайте. 37, давай, давай. Современное искусство вещь очень интересная. Иногда ты можешь идти по улице и не понять. Это инсталляция по поводу глобализации или коммунальщики не вывезли мусор. Многие хотят следовать этим тенденциям. Представьте, для детского утренника пригласили ну очень современного и модного режиссера. Уважаемые актеры, ну что, начнем нашу генеральную репетицию. Все настроились? Все пописали? Молодцы. Ну что, цыплятки, я хочу вам сказать, что буквально через час вам будет рукоплескать весь спортзал. Этот спектакль, цыплятки, поделит вашу жизнь на до и после. Поэтому соберитесь и покажите свою лучшую игру сейчас. Хорошо? Все, давайте начнем. Девочки, пожалуйста, начнем с первой сцены. Красная шапочка, вы пока готовитесь, пожалуйста, прошу вас. Красная шапочка, возьми пирожки и отнеси бабушке. Стоп, стоп, это не то, Антонина Сергеевна. Давайте так, попробуем еще раз, но уже с эмоцией, с эмоцией. Давай, давайте еще раз. Красная шапочка, возьми пирожки и отнеси бабушке. Так, подожди. Ты вообще понимаешь, какой сейчас накал? Ну, ты родила дочь и сейчас отдаешь ее лесу. Ты понимаешь? Ты вообще рожала? Как же тебе попроще объяснить, а? Давай так, о чем мы вчера говорили. Помнишь предлагаемые обстоятельства? Ты, мать-одиночка, муж, этот старый изменщик, бросил тебя, потому что нашел себе молодую лохудру. Ты немножко балуешься барбовалом. Чуть-чуть. Но, но, ты пытаешься воспитать из своей маленькой девочки кого, кого, правильно, лучшую версию себя. Так понятно? Как же тебе объяснить-то, а? А, смотрела Тарковского? Я хочу к маме! О, господи боже мой. Так, ладно. Успокойся. Стань на место. Истеричка. Так. Давай. Теперь ты, Мария. Мария. Я не верю. Я не верю, что ты ребенок. Я смотрю на тебя и на мать. Вы одинаковые. Ты думаешь, что? Природа наградила тебя вот этим детским лицом, и можно не стараться? Нет. Я, Мария, натяну на твое лицо эмоцию. Давайте еще раз с первой сценой. Анна-Мария. Да. Извините, можно вас на минуточку буквально? Зоя Альбертовна, я прошу прощения. Можно чуть попозже? Мы с девочками только нащупали, да? Я, собственно, как раз по поводу того, что вы нащупали. Идите сюда. Послушайте, я отменяю спектакль. Было смешно. Спасибо, что подняли настроение. Сразу видно, у вас прекрасный директор школы. Послушайте, я не шучу. Ко мне случайно попала первая страница этого вашего сценария. Я скажу так. Показывать такое в школьном спектакле недопустимо. Как она могла к вам попасть? Это вы, да? Это все вы, мелкие предатели. А ну-ка марш за кулисы, чтобы я вас не видела. Зоя Альбертовна, давайте конкретнее что? Вас не устраивает в нашем спектакле. Постельная сцена? Что в школьном спектакле делает постельная сцена? Во-первых, не надо орать. Во-вторых, это экспозиция. А как еще, по-вашему, звери должны радоваться приходу весны? Господи, как это все? А? Ну это же дети. А, вы об этом? Господи, дети в этой сцене не участвуют. Специально для этой сцены я пригласила взрослых актеров, которые, как вы понимаете, знают свое дело. Дети в этот момент просто танцуют вокруг. Господи, не надо никаких этих ваших экспозиций. Знаете что, Зоя Альбертовна, а мне кажется, еще ни одному спектаклю в мире не помешали аллюзии на Феллине. Где вас убирали? Нам вот эти ваши аллюзии нужны. Родители просто придут посмотреть на своих нарядных детей. Просто, да? Что у вас там дальше в сценарии? Так все просто, как вы любите. Красная шапочка идет в лес, на нее нападает волк и ее спасают лесорубы. Ну вот, отлично. И все? И все. Казнь волка и финал. В смысле казнь волка? Так, дайте сюда. Волк опускает умный взгляд на окровавленные руки палача и говорит свои финальные слова. Вы просто... Послушайте, на сцене все смотрится иначе. Это, это вообще не так. Давайте хотите, я вам покажу. Там никакой жестокости. Дети, сцена 12. Казнь волка. Хоть и рычу на всех порой, но в жизни я совсем не злой. Так, 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 стоп! Господи! Это, это что такое? Да что ж такое? Все нормально. Я же вам сказала, никакой жестокости. Один укольчик и волк становятся на всю жизнь овощем. Живет себе тихонько в лесу, кушает через трубочку. Что не так? Вы меня, конечно, извините, но этой сцены не будет. Знаете что, Зоя Альбертовна, вообще-то режиссер здесь я. Поэтому давайте я буду ставить спектакль с детьми, а вы будете ходить по школе и портить всем настроение своей, извините, кислой миной. Да? Да! Это мои методы. Мои театральные методы. И менять я их не собираюсь. А я вот хотела, кстати, спросить про ваши методы. Вот про эти ваши методы! Скажите, это правда? Что вы заставляли ребенка целую неделю есть сырое мясо? Он волк. Он хищник. Он должен уметь убивать! Вот! Господи, Тимошенко, иди к ребятам. Хорошо, тогда разрешите просто поинтересоваться, зачем для детского спектакля вы заказали 25 литров бутафорской крови? То есть вы хотите, чтобы я сейчас отчиталась? Да, пожалуйста, отчитайтесь, будьте так готовы. Ну хорошо, давайте считать вместе. Здравствуйте! Итак, в человеке 5 литров крови. У нас 3 дровосека — это 15. Плюс волк — 3. Плюс бабушка — плюс минус 2. Ну еще 5, я не знаю, может зайчик какой-то появится, может импровизация родится. Не надо никаких импровизаций, я вас уверяю! Этой сцены не будет! Прекрасно! Прекрасно! Спасибо! А давайте, может быть, тогда Зоу Альбертовну вообще все уберем? Зачем я вам нужна? Зачем вам спектакль? Давайте все уберем! Ну не надо психовать! Ну почему же все? Например, сцена, где красная шапочка идет по лесу, очень даже ничего. Спасибо! Дети! Третья сцена остается! Ну подождите, остается! Давайте вначале ее увидим, а потом я скажу! Понятно! Дети! Третьей сцены не будет! Но четвертую сцену вы обязаны увидеть! Я вас прошу! Там все хорошо! Давайте просто посмотрим, не нервничая! Дети! Встреча красной шапочки и волка! Пожалуйста! Прошу вас! Красная шапочка! Я тебя съем! Так, так, подождите! Тимоша, подожди! Это еще кто? Это Тимоша! Я знаю! Вот это кто? А! Это? Это Анастасия Юрьевна! Профессиональная актриса нашего театра! А что? Прекрасно! И что она здесь делает? Она здесь, к вашему сведению, спасает роль! Потому что Машенька, которую вы мне, честно говоря, напарили! Эту роль не тянет! Вы меня, конечно, извините, но я смотрела репетиции! Вначале играет Машенька! Да! Потому что Анастасия Юрьевна не тянет начало! Послушайте! Ну, мне кажется, это очень символично! Лес превращает красную шапочку из маленькой девочки в самодостаточную женщину! Вам не кажется, что это гениально? А? А вам не кажется, что это какая-то... Ладно, показывайте! Давайте посмотрим! Я вас прошу! Давайте посмотрим! Ты хочешь есть, Волк? Ну так давай! Давай, Волк, ешь! Что она делает? Тихо-тихо, спокойно! Сейчас-сейчас-сейчас! Ну что же ты стоишь, Волк? Ешь, Волк, ешь! Что надо делать? Да кормить Волка! Так! Грудью! О, Господи, стоп! Ну что ж такое? Да почему же опять стоп-то, а? Красная шапочка кормит Волка и этим спасает от голода Волка, а себя от смерти! Что же это такое? Это же прекрасный выход! Это развязка! Это драматургия! Такая в жопу драматургия! Уберите ее! Верните старую Машеньку! Ваши дети! Вот видишь, не только я тебя считаю старой! Идите! Ну, знаете, Зоя Альбертовна, знаете вы кто? Вы, Зоя Альбертовна, слон в посудной лавке! Теперь ушла Анастасия, и у нас осталась только финальная сцена! Ну, конечно! Если вы уберете и ее, я не знаю, что мы будем показывать! А можно ее посмотреть? Конечно, уже можно! Дети, выйдите на сцену, все, кто участвует в финале! Господи, как тяжело работать! Невозможно! Так, это понятно! Это тоже! Это кто? Это водитель, который вывозит Карпатский лес на продажу! Ага! Я прошу прощения, какое отношение он имеет к сказке? Самое прямое! Из-за него у волка нет жилья! Понимаете? Это очень мощная мотивация антагониста! И мячик бей домой, да? Ага! Это кто? Это беглый зэк! Чудесно! И что он делает в сказке? Он здесь для отвода глаз! Просто, понимаете, сначала все думают, что именно беглый зэк убил бабушку! Вы понимаете? Это детективная линия! Да вы знаете, кто его отец! Вот тот именно! Егорчик! Что происходит? О! 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 Это что за растение? Это не растение! Когда все понимают, что беглый зэк ни при чем на сцену выходит коронавирус! А почему коронавирус? А почему коронавирус? Потому что у нас бабушка в зоне риска! Понимаете? Вы понимаете? Послушайте, не надо никакого коронавируса! Знаете, а вот не хотите и не надо! Я сама видела, что Лешенька не тянет роль, ему бы переболеть! Вы в своем уме! Сумасшедшая! Все! Я отменяю спектакль! Дети! Что? Деточки! Вы слышали? Ваш директор только что отменил спектакль! Что мы скажем родителям неинтересно? А сейчас вы узнаете! Так коронавирус, иди сюда! Дорогие наши родители! Извините, но спектакль отменяется, потому что у нас карантин! Слушайте, ну давайте хотя бы это скажем голыми! Господи, идите, пойдемте! Это женский квартал! Так все, уходите! Уходите! И не здесь смеются над собой! Это женский квартал! Порой нам, девушкам, нужно выговориться! Ну и тут есть два варианта! Либо психоаналитик, да? Либо стендап! Поэтому встречайте на этой сцене девушка, которая решила сэкономить на психоаналитике! Стендап-комик, частый гость женского квартала! Лера Мандюк под ваши аплодисменты! Лера Мандюк под ваши аплодисменты! Здравствуйте! Ребята! А есть дома в зале? Киевцы, пожалуйста! Порой, пожалуйста! А скажите, вас тоже брасывают понаехавщие? Ну, меня раздражают, честное слово, понаехавши – это зло для Киева. Кажу, как понаехавша. Я уже приблизно рік живу в Киеве, и знаете, как я зрозумела, что я уже действительно переехала, а не просто гостюю. В какой-то момент я перестала фоткаться на Майдане просто. Я начала снимать видео, понимаете, я на втором этапе. И я, когда жила в Закарпатті, я дуже завідувала людям, які казали, маю людину в Киеве. А теперь я живу в Киеве, и получается, за меня кто-то так может сказать. Для кого-то я и есть эта людина, и это вообще не прикольно. Того, что мати людину в Киеве намного круче, чем боти то в людину, понимаете? Чем я могу помогти людям, и своими обмеженными ресурсами. Но это лишь пока что так. Когда я стану много, сразу будет всем понятно, какая перед ними людинка. Например, я построю величезный, величезный дом. Там будут панорамные векна, балкони, всередині будет ліфт. Ліфт будет всередині, а туалет будет на дворе. Потому что я просто бачу лице моей мамы, яка приедет на домосятие, и словами «Лера, ты же вроде культурная, богата людина». Ты что, хочешь какать в доме? Так же ж не принято. И я могу легесенько определить, кто киевлян, а кто приехал. Например, на Контрактовой площади есть колесо обозрение, и мало кто знает, что оно до нас привезено из Франции. И мне кажется, что оно не так для обзора города с верху, как для того, чтобы просто определить, кто есть кто. Там один круг стоит 100 гривен. Ну, это же для приезжих, правильно? Киевлянин даст 100 гривен за колесо лишь в тому випадку, если из него видно Францию. В другом випадке, ну, я впевнена, что нет. И, ну, я та людина, яка, когда купить величезную тачку, Бентли, допустим, черную велику машину. Ну, это крута тачка, не спорю, но на ночь буду накрывать ее брезентом. Ну, чтобы машинка была в безопасности, понимаете, под открытым моего менталитета. Но я и не така проста, дякую, не така проста, как вам могло здатися. В мене есть 2 гектари земли в центре Европы. Но если сказать, что в Тачевском районе, все упрощается, правда? И, ну, мне тяжко тут совсем звикнуться. Ну, чем я могу помогать людям? Можу что-то подказать, но очень по-своему. Меня на хрещатику питают, а вы знаете, где можно выпить смачную недорогую каву? Я така, конечно, знаю, в Ужгороде. Там можно. Я никак не могу смириться с тінами. Розумієте, в Закарпатті, где кава коштует не больше, чем 30 гривен, до кави еще дают шоколадку. В Киеві до кави дают понятие, аж вертайся в Карпати, мала, и купляй там за свои 30 гривен, что хочешь. Я никак не могу перевчитися и не говорите на закарпатской мове. Хтось каже, что закарпатская – это діалект, но для меня это мова. Знаете, как выникла закарпатская? Я вам расскажу. Если верить историю из Библии, то все мови света появились, когда люди хотели попасть на небо и строили величезную вежу. То стартапи были в людей, не то, что теперь. И Бог, чтобы помешать им это сделать, красавчик, Он поделил их между собой разными мовами, чтобы они не могли договориться. И если посмотреть до этой ситуации, то там, где люди ссорятся между собой и не могут найти спильную мову, там біля черного входа в вежу тусуется такой человек непонятный в поношенной робе и крадет инструмент из строя. И вот, если прислушаться, то он и говорил в закарпатскую мову. Спочатку мне эту шутку вырезали. Она не пройшла редактуру. Мне сказали, что не можно без подстав наговорювати на целый народ. Но когда из офиса начали пропадать олевцы, я просто договорилась с господарем, что живу в барху. Даже когда закончились деньги на еду, я просто ела то, что есть моя хозяйка. Розумієте? Но когда у меня закончились деньги на интернет, я таку панику хапала. Я начала шукать работу. Розумієте? А поаплодуйте девчатам, кто тоже шукал работу на карантин. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Співчуваю вам. Согласіться, це було непросто. Я вводила в пошук свої дані, освіту, вік, і там 9 оголошень з 10 були про эскорт. І я була просто в шоці, 9 оголошень з 10, і думаю, Київ, що з тобою? І ви знаєте, я по-другому почала дивитися на дівчат, які зранку спішать на роботу. Я не знала, ким я хочу бути, але точно знала, ким я бути не хочу. І я зупинилася на вакансії, де потрібно було вигулювати пекінеса. І я думаю, Далєра, не для того ти їхала в Київ. Ні, я розумію, що будь-яка робота – це похвально. Але я можу більше, чим вигулювати пекінеса. Вигулювати лабрадора, наприклад, було б солідніше. Правильно? Але я знайшла плюси в цій роботі. Я люблю гуляти, і я люблю собак. А тут ще й гроші платять. І на карантинні умови нормально, але мене смутив той факт, що потрібно прийти на співбесіду. І я подумала, а що можуть питати людину, яку беруть на роботу, де потрібно гуляти з псом? Що там будуть питати? Скажіть, будь ласка, у вас є ноги? Або ви випадково не з Кореї? І це була та ситуація, коли на сайті про роботу пише одно, а по факту там зовсім інше. І я не грала в ці ігри в питання, я відразу питаю дівушку. Ну, ви ж хочете покликати мене в ескорт? А ви сама пробували цим займатися? І вона мені каже, конечно, пробувала. І як бачиш, жива і здорова. І я подумала, жива і здорова? Вам не здається, що це така собі реклама працевлаштування? Можна хвалити роботу, після якої ти жива і здорова, лише в тому випадку, якщо до цієї роботи ти була мертва або хвора, ні? І я, ну, я була розчарована, зневірилася, навіть подумала, може вернутися додому, в мене там два гектари землі. Потім згадала, що на них треба працювати, і передумала, і тут в моєму житті з'явилася її величність підтримка. Поясню, я спускаюся в пішоходний переход, закашлялася, і мені у відповідь закашляв бомж. І я думаю, Боже, мене сім'я так не підтримувала. А мотивація і підтримка – це дуже важливі речі. Мені мій брат старший завжди каже, «Лера, тобі так тяжко жити в Києві, того, що ти сама. Тобі треба другу половинку, як у мене. Ти просто уяви, коли ти приходиш з роботи, тебе чекає вечеря, вона напускає тобі ванну, обнімає тебе, коли ти спиш. Вона тебе підтримує, мотивує і надихає. І я подумала, я теж так хочу, теж хочу собі жінку. Можна мені таку порцію мотивації? Дивіться, я згодна з тим фактом, що в парі добитися успіху легше. Легше мотивувати одне одного і рухатися вперед. Але це потрібно робити і самому, а не просто чекати другу половинку. І тут я чую фразу «Еслі тебе плюють в спіну, значить ти впереді». І, согласіться, це така собі мотивація, щоб рухатися вперед. А чули фразу, що заді кожного успішного чоловіка стоїть жінка? Ну, не находити зв'язок? Нєт? Я не маю нічого проти. Але якщо ти чоловік, якому просто важливо, щоб ззаді тебе хтось стояв, окей. Але не спіши повертатися, провіряти, щоб тобі в лице не прилетіло. І всюди наведені приклади, що всіх самых відомих у світі чоловіків до успіху привели їхні жінки. Наприклад, у Джей Зі є Бейонсе, у Кенні Веста є Кім Кардашьян. Я згодна. Але ж чекайте, панове, ото у Кенні Веста і в Джей Зі вони є. Це ж самі відомі в світі репери-мільярдери. Неважко змотивувати багатого успішного чоловіка, який знає, що хоче. А ти попробуй змотивувати сорокарічного фрілансера без освіти. Там стій ззаді, не стій, мотивуй, не мотивуй. Він як був творчіка лічності. Так і залишиться. І я, як дівчина, подивилася на цю фразу з другого боку. Якщо ззаді кожного успішного чоловіка стоїть жінка, то получається, що сперед кожною жінкою стоїть чоловік. А я так не хочу. Я хочу бути стендап-коміком, а не стояти в когось за плечима. Я рахую так. Або ти чувак, який йде поряд зі мною, або ти чувак, який йде лісом. Мені ця мотивація ні до чого, чесно. Для мене найліпша мотивація – це фотка мого села. Ну, я, звісно, хочу туди повертатися, але вже потім на своїй крутій тарсті просто, щоб повимахуватися. І повірте, мені ще є над чим працювати. У мене все. Дякую.